Что такое букальный массаж лица? Будем разбираться. Вот не безотлагательно. Лера Пескун появилась в студии для того, чтобы стать нашим главным действующим лицом. И рядом с ней Екатерина Шаткова, специалист по массажу. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Екатерина, давайте вот сразу, коротко. Что такое букальный массаж? Что это вообще? Ну, букальный массаж это вообще авторская методика одной француженки, биохимика и косметолога Жоэль Сиока. Это от слова бука происходит щека и означает то, что работа глубокая снаружи и с полости рта проработка мимических мышц и мышц полностью лица. Цель массажа это уменьшить как можно больше мимических морщин, убрать носогубные складочки, птоз кожи, улучшить овал лица и в целом создать омолаживающий такой эффект. Но мы выбрали самую молодую, поэтому, наверное, не будет видно совсем какого-то эффекта. Но вообще, как быстро можно увидеть эффект? Эффект он сразу же виден после первой процедуры и сейчас на лере тоже это будет заметно. Я просто проработаю носогубную складочку как бы и визуально мы это все увидим. Сколько длится процедура одна? Процедура от 45 до полутора часов, это в зависимости от того, как специалист вообще подходит. Есть просто комплексный подход. Можно начинать со спины, расслаблять группу мышц, переходить на область шеи. Это обязательно. То есть за полтора часа не только работа здесь, но и всего тела? Верно. Не всего тела, но мышцы расслабить очень нужно. А как вообще подготовиться? Должна как-то, наверное, смыть что-то, косметику? Ну, конечно. Женщина должна прийти на процедуру без косметики. Желательно натощак, так как это работа в полости рта и у некоторых клиентов-пациентов бывает рвотный рефлекс. Поэтому лучше прийти, конечно, с такой голодной жерудок. Я позавтракала. Аладушки с утра. Все, аладушки сейчас увидим. Давайте мы как-то начнем. И у нас в процессе еще будут вопросы. То есть как начинаете? Я просто не очень представляю. Ну, однозначно нужно очистить кожу, да, так как у нас времени немного. Как бы так, Лера пришла уже с чистой кожей, но иногда люди приходят уже там с каким-то тоном. Ну, очищаем кожу, да, по массажным линиям мы проходим. А лоб тоже нужно очистить, несмотря на то, что работаем с щеками. Ну да, потому что все равно, как бы, где-то мы заденем, это пыль-грязь в полости рта, смысла ее заносить не стоит. Потом обязательно работаем в перчатках. Это защищает и как специалиста, так и клиента от каких-то мероприятий. Лезть в рот без перчаток. Ой, такое себе приключение. Я хочу увидеть, потому что я, честно говоря, не представляю, как вообще можно... Что это? В каком веке... Вот берем салфеточку, просто берем салфеточку, и аккуратно, это похоже, наверное, на процедуру у стоматолога, так. Мы начинаем в полость рта входить, наверное, вместе с ним. Да, вот так вот, пожалуйста. Говорим, Валерий, открывайте рот, пожалуйста, и начинаем проработку отживательных мышц. А! Начинаю вытягивать. Вытягивать? А что вы вытягиваете? Вытягиваю, прорабатываю все мышцы в полости рта. Любопытно. Делаю я это абсолютно аккуратно сейчас, без каких-то резких движений, так как Лера пришла на процедуру первый раз. Она должна была понимать, что идет процедура не очень приятная. Екатерина, а эта процедура только руками делается? Лезь какие-то специальные, может быть, приспособления, там, ложки, лопатки? Нет, эта процедура делается только руками, и она, на самом деле, неприятная только первый раз. А за два, а потом уже достаточно комфортная. Лера, если будет больно, поднимай ногу. Лера, ты схватилась уже за нашу кушетку. Дай какой-то голосовой знак. Не может, она все потом поделится. Она уже рукой бьет. Мне кажется, это как в борьбе, когда уже бьют просто. Ну, Катенька, скажите, мы не можем не задать вам вопрос, а бывали ли такие случаи, что кто-то раз и кусь? Нет, случаи бывают разные. Для этого есть такая процедура расслабления челюсти, да, мы заходим тоже с головой. Второй раз? Просим открыть человека рот. Нет, подождите. Человек вообще пока не готов. А, то есть вот это тоже, да, учитывается, что у нас очень хорошо. Конечно, индивидуальный подход, он везде присутствует, ну, как бы имеет свойство быть, поэтому человек может, в принципе, отказаться от процедуры, и это ничего страшного, потому что организм у нас реагирует по-разному, да, и это как бы все норма. Просим открыть рот. Процедура, это не бесполезненная. Последняя, пожалуйста, я больше не хочу. И скажите, пожалуйста, а есть ли противопоказания с таким образом? Да, вот это мне кажется очень хорошо. Противопоказания, да, тоже, конечно, существуют, они есть как абсолютные, это какие-то онкологические заболевания, кровотечения, острые какие-то моменты сейчас здоровья, да, клиента, сердечно-сосудистые какие-то заболевания. Давайте еще поработаем, не зря же вы 100 привезли с собой. Ну да, это просто не готово. Давайте, наверное, мы просто посмотрим по носогубной складочке, проработаем немножечко, немножечко, чтобы можно было посмотреть, насколько, как бы, меняется, да. Скажите, пожалуйста, к вам приходят девчонки совсем молодые или постаршие девчонки? Такие, знаете, которым немножечко 30 плюс такие вот девчонки. Давайте начнем с того, что профилактика, она никогда не отменялась, и это очень классно, когда человек приходит осознанно уже в лет 25 и начинает профилактировать моменты, чтобы старость приходила все дальше и дальше, да, так скажем, отстрачиваться. Но это массаж, это все-таки профилактика, да? Лучше начинать с профилактики, но если уже есть какие-то возрастные изменения, да, такие, как я уже перечисляла, изменения овала лица, носогубные складочки, они у нас уже есть, 30 плюс уже однозначно появляются, да, то, конечно же, на... Екатерина, вы знаете, мне кажется, Лера уже сдается. Давайте, наверное, остановимся сейчас. Да-да-да. Ну а есть ли те, которые приходят, вот прям получают удовольствие? Есть и такие. Расскажу про комплексный подход, да, когда человек ходит на йогу, занимается дыхательной гимнастикой и умеет чувствовать боль, воспринимает ее уже не как агрессию для организма, а как понимание того, что это очень полезно, то да, люди лежат, расслабляются и принимают это как какой-то такой момент для здоровья. Ты с микрофоном, ты хочешь? Очень жаль, что нет второй пары перчаток сегодня. Ты не можешь, ты не специализированный массажер. Все, я могу вставать, коллеги. Нет, ближе, можешь присесть. Лера, ты как? Ну, мне не понравилось. Нет, ну, на самом деле, просто это как-то с утра очень-очень неприятно. Тяжело прорабатывается. Тяжело, да, как-то пошло это. Ну, прям чувствую, что появилась какая-то даже легкость на самом деле, то есть поскольку там прям проработали, стало легче, но это не отменяет того, что это очень больно на самом деле. Я не ожидала, я думала, будет полегче. Есть несколько техник, вот я знаю, когда можно собственным языком что-то делать во рту, да, ну, допустим, упираться в щеки там или еще что-то. Это не сопоставимо с тем, что вы делаете? Конечно, не сопоставимо, потому что результат он будет, но он будет намного меньше. Если это какой-то самомассаж, он имеет место быть, но это уже не тот эффект, когда специалист может проработать все-таки глубоко. Вот, да, вот Лера просто немножко девочка впечатлительная, поэтому сегодня мы не можем особо показать, да, то, чего можно было бы показать, может быть, на более стойкой модели, да. Надо было бы, да, в следующий раз пригласим Антона Моцкуса, он у нас проходил такую процедуру несколько лет назад. В любом случае отличная профилактика, есть, как вы видите, альтернатива тому, чтобы что-то колоть в лицо, и вот она, эта альтернатива. Решайтесь и, конечно же, всем вперед. И терпите. И терпите, это точно. И терпите.